Доброе утро! И добро пожаловать на наш канал. Сегодня у нас 1 сентября. Хочу поздравить всех деток и всех мам, которые, как сказать, ну, как сказать, вырастили таких деток, которые идут первый раз в первый класс. Я всегда вспоминаю себя, как мы ходили в первый класс. Это такое счастье было! Ой, боже мой! Столько детей собирается в России и везде. В Германии, конечно, такого нету. Тут на каждой земле по-разному. То 23-го, то... На каждой земле по-разному. Наши дети пошли в понедельник. Это какое было? 23 августа. В прошлом, по-моему, или позапрошлом году ходили 10 августа. Когда, как выпадет. Я тут пью кофе. Собралась я на работу. Видите? Хочу кофе попить. Сегодня у нас прям так холодно на улице. Всегда волос трогаю. Когда... Привыкла уже, когда нервничаешь, или переживаешь, или так волнуешься. У меня привычка волос трогать. Кто-то как-то мне писал. Я говорю, вот так вот я всегда делаю. Сделала себе... Так. Помоем все. Так. Какая красота у меня получается. Можно делать и в машинке. Можно делать и так. Но так быстрее. Это... Аллату макьято. По-английски, там по-американски говорят американо. Даже в Казахстане говорили американо. Как-то мы... Когда я как-то вам рассказывала, когда мы заказывали в Астане кофе попить такое. Не мельчикафы, не молочное. А вот такое вот, как я люблю. И оказывается, оно называлось американо. Она нас понять не может. Мы ее не можем понять. Сахар делаю. Сегодня у нас до 24 градусов. Тепло обещают. Ну и будет тепло на эти выходные. Мы, может быть, погрелим. Что-нибудь такое сделаем. Отдохнем на даче эти выходные мои. Я отдыхаю. Работы тоже много хватает. Пациентов тоже хватает. А так у нас все по-старому. Все по-старому. Ничего нового. Знаете, что я тут в Германии нашла? Послен. Послен. Я знаю, что растет в Казахстане. Я как-то у одной знакомой, там, ну, не у знакомой, у соседки, да, попробовала эту ягоду послен. Она мне не понравилась. А потом как-то я у ней пробовала варенье. И вареники с посленом. А позавчера ходила с собачкой гулять. Смотрю, не поняла. Думаю, послен что ли. Немцы на нее говорят фудельфюта. Это, ну, птичья еда. Вот что я думаю. Мне так захотелось эти вареники из послена. Я хочу пойти нарвать. Когда у меня будет... Когда будут выходные дни, я нарву этот послен. И сделаю вареник. У меня есть такое тесто хорошее. На варенике заварное. Ну, его, наверное, все знают. Ну, и обыкновенное тесто. Знаете, можно делать и на... Как сказать? Как на пельменное. Выключу этот свет. Пойду сейчас кофе попью. И на работу. А потом приеду. Что-нибудь с вами спекем. Спекем или сготовим что-нибудь такое. Вот еще раз хочу поздравить всех детей с 1 сентября. Всех родителей. Всего вам хорошего. Учитесь. И всего самого наилучшего. После обеда с вами встретимся. Что-нибудь придумаем. Может быть, что-нибудь спекем. Может быть, какой-нибудь вам десерт покажу. Или покажу вам, знаете, у меня еще есть такое итальянское кофе густое. Его надо взбивать. Такое, знаете, растворимое. Но это тоже очень легкий рецепт. В этом... В Италии его тоже можно заказать. Они... Как сказать? В каждом ресторанчике продается. Можно делать его как десерт. Это кофе. Как делать... Как взбивать. Наверх можно что-нибудь посыпать. Или пить как кофе. Тоже это вам покажу. Я уже думала, ну что такое... Вам такое необычное показать. Потому что я так смотрю блогеров. Вроде все одно и то же показывает. Все такое вот. Ну как... Как будто... Ну как... Что знаешь? Как бы они такое варят. Вот что знает. Что я знаю. И некоторые просто уже добавляют от себя. Вот. И я тоже хочу вам что-нибудь такое вот интересное, как придумать. Какой-нибудь рецепт показать. Я много знаю рецептов. И в печь. И такой вот. Просто не знаю, когда время найти для себя. И когда это сделать. Или когда выходные. Когда выходные стараешься бежать, ногти делать. Термин себе делаешь. Там или на дачу отдыхать. Ну что-нибудь себе найду. Дома тоже работы полно. Ну давайте. До встречи. Алло всем. Вот. Пробежала с работы. Быстро закупилась. Сейчас что-нибудь буду готовить. Но может быть. Завтра я буду монтировать видео. Сегодняшнее. Сегодня 1 сентября. Буду монтировать на завтра. Потому что ничего не успеваю. Вот. Быстренько забежала в Лидл. Хотела что сказать. У меня спрашивали про чай. Черный чай. Очень хороший. В русском мы тоже. Я как-то говорила. У меня уже такая тема была. Да. Насчет чай. В русском я перепробовала чай. Там одна женщина мне посоветовала. Как же у нас. Не по дешах. А как. Ну вкусный этот чай был. Спасибо большое вам. А я еще хочу сказать. Что есть в Лидле у нас. Лидл. Это вот это вот. Шварцтея. Черное вот это вот. Черный чай. Обыкновенный. Вот я поехала. Тоже еще одну пачку взяла. Так в принципе ничего не покупала. Мне быстренько надо было закупиться. Быстро сейчас кушать сварю. Что-нибудь приготовлю. Пойду ягоду там соберу. Вот. Купила арбуз. Быстро мы не можем без арбуза. Без дынь. Мы постоянно как мы фрукты едим. Очень много. Что я хотела сказать. Сейчас вот это в Лидле появилась наггельц. Они с томатом. Вот для детей очень хорошо. И они вкусные такие. Я как бы сама такое ем. Такое что. Сыр расплавленный. Как его надо расплавлять. Там такая чашечка стоит. Как алюминиево можно так сказать. И он ставится в духовку. Там стоит сколько минут. Вот оно. Стоит сколько минут. И туда можно там хлеб макать. Булочку макать. И галь что. Ну просто покушать. Мука. Быстро. Хотя у меня вон есть. Я постоянно как заполняю свой этот. Свою дозу. Сыр. Потом что еще. Ну колбаса как всегда. Фарш. Помидоры. Мои уже кстати помидоры кончились. Я варила лече. Немножко сварила. Потом сделала. Потом в гости приходили. Потом сделала помидоры с салатом со сметаной. Очень мы давно уже такое не ели. Мы в основном как бы зеленые такие. Зеленые салаты кушаем. Оранжи. У нас. Сколько здесь килограмм. Скажу тоже сколько стоит. Как-то у меня тоже спрашивали про них. Это апельсины. Сколько здесь. Один килограмм. Один килограмм. Он стоит 2,49 евро. Потом зеленый этот. Лук. Чесночный багет. Вот. Хотя удачи там есть еще. Но я все равно думаю. Еще надо купить. Раз мы будем грилить. В субботу. Кстати у нас в субботу. Я сегодня говорила. Извиняюсь. Сказала что 24 градуса. Сегодня вроде бы и завтра. И говорила вроде бы в субботу. Нет. У нас в субботу 27 градусов. Потом сметана. Я ее тоже часто беру. Не обязательно в русском магазине брать. Я беру вот тоже вот. Ну как в этом. В Лидвии. Как всегда. А не мой сыночка. Тут собачка моя бегает. Моцареллу всегда беру. А это знаете что? Сейчас я вам покажу. Это наша селедка. Митро Тенбеттен. Это значит свекла. Это салат такой. Мне он очень-очень нравится. Я вообще люблю такое. Ну это тут. Как же оно называется? Как же вам сказать? Ой. Это авокадо. Авокадо. Еще белый этот фрукт. Не успела подготовиться. Не прочитала как он называется. Но мне это очень нравится. Это фон веган. Потом салат тоже на хлеб. Салат на хлеб. Это Ая. С яичек. Кто знает, я тоже люблю такое. И вот. Вот этот вот мне очень нравится. Маленькая вермишель. Салат такой с вермишелью. Ну тут тоже моцарелла такая. Моцарелла вот такая. Фарш взяла. У меня там еще есть. Но я все равно взяла помидоры. Сейчас порядок сделаю. Как всегда. Так. Это мороженое. Вот это мороженое. Что я хотела сказать? Что я взяла его? Я беру его очень редко. Потому что у нас никто практически не ест уже. И я беру на мельшейк. Мельшейк. Как сказать по-русски? Это как смуви. Я его взбиваю с клубникой. И банана обязательно. Тут по-моему нет у меня. Сейчас. Если я будет. Пока покажу вам. Ну. Тут ее у меня много. Клубники. Вот эта клубника. Потом можно с этой черной ягодой. И вот эта клубника. Может быть я сегодня сделаю ее. Наверное я сегодня ее сделаю. Точно. Да. Да. Вот я вот в сульском магазине тоже ездила. Мне нравится такой пломбир. Вот этот. Видите? Другой едят у меня. Другой немножко. Айс. Потом покажу вам. Сделаю как я делаю. Вот. Что буду готовить. Наверное уже будет завтра это видео. А сейчас я просто. А. Банан еще я взяла. Вот. Хочу сказать вам большое спасибо за видео. Я вижу ко мне подписываются люди. Значит вам интересно. Всем хорошего дня. Всем пока. Ждите новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok